Возвращение в Уфу к городской жизни Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, все это так разнилось нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылило. Я загорел, как араб, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда моя милая сестрица весело гуляла в нем. Напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после Сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтобы погладить, приласкать сурку и поиграть с ним. Житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятные впечатления. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него. Это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам. Я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы. К чтению так же меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое уже по охоте. Анечков не переставал оседомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести. Это была уже маленькая библиотека. В числе книг находились древняя Вивлеофика, Росиада Хераскова и полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова. Заглянув в Вивлеофику, я оставил ее в покое, а Росиаду и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму. Дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух Росиаду и получать от нее разные объяснения на непонимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием. Воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев, Мстиславского, Князя Курбского и Палицкого, что я как будто видел и знал их давно. Я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность. Я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги и прочее и прочее. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал, «Откуда все это у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой!» А мать отвечала, «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палицкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского? Сей муж в сражениях недерзок был, не злобен, но твердому камню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издает, когда поверхность, кто его, железом бьет. Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палицким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые, в уста вложив кинжал и в руки взяв мечи, которые у них сверкали, как лучи. И войско нашего ударили во граду, как стадо лебедей скрывается от граду, так войски по холмам от их мечей текли. Злодеи скоро бы вломиться в стан могли, когда б не прекратил сию кроваву сечу князь Курбский с Палицким врагам текущей встречу. Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не применул похвастаться чтением наизусть стихов из Росиады перед моим покровителем Анечковым. Он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова. Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме. Как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенную им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обеднии из приходской церкви Успения Божьей Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обеднии, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал «Ступайте назад в церковь, присягать новому императору!» Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучи, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известия от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими десятью приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать тоже со слезами на глазах перекрестилась и сказала «Царство ей небесное!» Я был глубоко поражен, сам не знаю отчего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была так же чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась Богу, села на кресло и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть, собственно, со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов, даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов и что в ее царствовании соседи нас не обижали и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас государыней?» спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее Павел Петрович. А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу, и мы будем молиться о том», отвечала мать. «Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтоб Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую, читать или играть с сестрицей. Но я попросил ее, чтоб она растолковала мне, что значит присягать. Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть. «Детей не приводят к присяге», сказала мать, «ступай к сестрице». Я обиделся. Скоро приехал отец, и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на «В». Нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира, хорошенько не знаю, который публично показывал свою радость, что скончалась государыня. Целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор «В» должен быть недобрый человек. Тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться. Новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на «В» еще больше, зачем он радуется, когда все огорчены. Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие, а потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас вратился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только «В». Двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель Анечков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что пора мужской руке взять скипетр власти. И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом. И подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такую толпою, что край ее мог достать до Уфы, до Зубовки, то есть за десять верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параши и Сестрицы, как будто я все сам видел или читал об этом описании. Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальню матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывали иногда из девичей, то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна-калмычка. В спальной и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражения, тогда совершенно непонимаемые мною, «Теперь-то гатчинские пойдут в гору». В нашей детской говорили или лучше сказать в нашу детскую, доходили слухи о том, о чем толковали в девичей и лакейской. А толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили. Я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи, совершенный вздор и нелепость могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но без всякого успеха. Мне отвечали, что я еще маленький и ничего не смыслю. Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параши и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе. Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столицы. Губернатор В. скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку. Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатах, из которых занимали только одну. Чтение книг, писание прописей и занятие арифметикой, которую я понимал как-то тупо и который учился неохотно. Все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени. Гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до древней вивлеофики. Раз как-то слушался я между слов, что дедушка нездоров, но его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла, и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать очень огорченная сказала мне, ну, Сережа, мы все поедем в Багрова. Дедушка умирает. С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. Да как же мы поедем зимой, думал я, ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем. Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я встревоженный и огорченный до глубины души сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрова само по себе не привлекала меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал, как будто весело, что меня очень удивило. Слава Богу, все нашел. Возок дает нам Анечков, а кибитку Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее, мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных. Мать очень огорченная печально отвечала, у меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал. В тот же вечер начались у нас сборы, укладывания и приготовления кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собой только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери. Иных она не могла уничтожить, над опасением же, что мы замерзнем, рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в воске. На другой день к обеду действительно все сборы были кончены. Возок и кибит ковложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по Большой Казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей и вечером мы выехали. Казанской Казанской Казанской